Армения на Евровидении 2020. Давайте обсуждать, есть ли шансы у страны на победу в этом году. Погнали! Боже мой! Ребятушки, привет! С вами Несмена Богдан, это канал Беспалом Мьюзик. Я полон сил, энергии. Я наконец-то вышел из творческого отпуска и на ютюбе готов дальше с вами снимать, обсуждать, анализировать новинки, премьеры и самые горячие и интересные новости из мира музыки уже в 2020 году. Обязательно подпишись на мой канал, стань частью моей интернет-ими, будем вместе покорять музыкальное пространство ютюба на дворе 2020, а это значит, что нас ждет целый год ярких музыкальных приключений. И вот на очереди совсем скоро начинается национальный отбор Евровидения в Армении и Украине. Чего же ждать от этих стран? И первый выпуск в 2020 году я начну с Армении. Но прежде чем мы с вами начнем объективно рассуждать на тему Евровидения, национальной отборы в Армении, в Украине и в других странах, я хочу поблагодарить каждого подписчика, кто подписался на мой канал, кто стал частью моей интернет-ими. Самое главное, вместе с вами мы будем развиваться, расти и расширять наш интернет-комьюнити. Ну а теперь с уверенностью можно сказать, что Арутюн Мукурчан может поехать на Евровидение от Армении 2020. Почему я так говорю? Это, боже, странно, неважно. Я думаю, что есть шансы, и вот почему. Не переключайтесь, для этого мы с вами обсуждаем в этом ролике все детали. Сестры Инга и Ануш, Арам Мп3, Ивета Мукучан, Сырбу и Саргасян и еще огромное количество неимоверных вокалистов пытались пробить этот лед на национальных отборах, на Евровидении. И почему-то Армения вроде как бы и хорошо рекомендует себя все время, но в то же время почему-то не может попасть в пятерку, быть в лидерах, действительно выделяться и быть таким стабильным, ну как минимум хорошистом, чтобы многие страны равнялись, например, от Армении. Кто же в этом году поедет от Армении на Евровидение 2020, пока неизвестно, но благо тому будет национальный отбор. И я как-то так вангую, что телеканал Шан ТВ не оставит в покое победителя национального певца 2019 Арутюна, и именно Арутюн может поехать на Евровидение от Армении. Как вы относитесь к этому? Напишите обязательно в комментариях. Готов ли он, как артист, представлять страну на мировом уровне, на мировой сцене? Или все-таки нужно брать человека вообще неизвестного, из масс, из толпы, разглядеть тот самый алмаз и дать ему возможность? Почему я так активно акцентирую на Арутюне? Потому что есть и шансы. Голос крутой, внешность хорошая, песню могут подобрать неплохую, но я не думаю, что победную. И в этом проблема номер один Армении на национальных отборах, на самом Евровидении. Надо брать зажигалочку, надо брать энергией, харизмой, танцевальной композицией. Лирика крайне редко побеждает на Евровидении. Ну, исключение, конечно, кто у нас был. Бородатая Кончита Вюрст. Конечно же, это последний победитель с Амстердама, господи, с Нидерландов. О-о-о, я забыл, как его зовут, но вы поняли, о ком я говорю. В принципе, Евровидение это праздник, праздник души, праздник сердца. Конечно же, это коммерческий конкурс, конечно же, не без политики, но есть возможность, есть для этого все шансы, ну, попасть как минимум в пятерку финалистов. Для этого надо динамичная песня. Почему-то Армения, точнее тот, кто отправляет своего представителя от страны на Евровидение, путают Евровидение с голосом страны или с Х-фактором. Потому что на сегодняшний день Евровидение это о шоу. Это не о мегаголосе вокале, где вы будете распеваться годами. Не туда чуть-чуть, не туда. Конечно, голос важен, конечно, голос должен быть. Но в первую очередь это шоу, это масштаб, это харизма, это месседж. И достаточно такая тонкая тема для Армении. Чтобы победить или чтобы хотя бы попасть в пятерку финалистов, нужно поддерживать ЛГБТ-сообщество. Потому что в первую очередь Евровидение это конкурс для геев и домохозяек. Не я это придумал. Вы можете проанализировать целевую аудиторию Евровидения. С каждым годом видно, что все больше домохозяек и ЛГБТ-сообщество смотрят именно этот конкурс. И здесь хочешь ты не хочешь, не важно какая у тебя религия, цвет кожи, что ты поддерживаешь. Здесь нужно подстраиваться, адаптироваться под условия конкурса. Потому что в данном случае каждая страна, которая отправляет своего конкурсанта, является гостем. И ты не можешь диктовать в чужом монастыре свои правила. Да это элементарно, как дважды два. Я понимаю, что есть очень много нюансов, поэтому я не буду сейчас детально мусолить, как нужно поддерживать ЛГБТ-сообщество. Я понимаю, что у Армении есть свои традиции, свои обычаи, свои правила. Но, как я уже сказал, к сожалению или к радости, каждый претендент это гость. И нужно принять те уставы, которые поддерживаются в доме музыкального конкурса. Следующий момент. Очень важно уделить время для шоу, для постановки, для хореографии, для яркого костюма. Как минимум обязательно должен быть месседж, что ты зря да за мир во всем мире. Тот месседж, который пропагандировала Ларин. Тот месседж, который был у Верки Сардючки. Нужно нести определенный вайп. И чтобы создать этот коннект с твоим зрителем, нужно четко говорить, что я иду на конкурс песни. Не просто представить достойность твою страну, показать свой красивый вокал, выстоять на этой сцене с гордым лицом и улыбкой. А я иду на этот конкурс, чтобы действительно зажечь. Чтобы разбудить в сердцах многих отклик. Поднять те или иные насущные проблемы. Кстати говоря, в свое время очень крутой месседж был в 2009 году, если не ошибаюсь. Да, в 2009 году у Светланы Лободы. Она анонсировала свою позицию против домашнего насилия. Это очень крутая тема, которая спустя 10 лет не погасла, а стала еще более актуальной. Нужно быть наполненным сосудом, а не просто картинкой. Если вы хотите действительно победить. Нужно немножко пересмотреть свои ценности. Музыкальные, я имею ввиду. И понять, что было или есть не так. И только когда это все объединится в одно целое. Крутой месседж, актуальный. Зажигательное шоу. Танцевальная драйвовая песня. Хорошая внешность артиста. Или необычная внешность. Что тоже всегда приветствуется на Евровидении. Отличный тембр голоса или вокал. И вот это вот все даст вам возможность провести Евровидение в Ереване. Ребят, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я немножко, честно говоря, когда снимал этот ролик, переживал. Я месяц не снимал ничего. Не садился напротив камеры. Не делился какими-то своими эмоциями, переживаниями, обсуждениями. И вот знаете, я сел и все как будто в первый раз. Но мне нужно было отдохнуть. Мне нужно было зарядиться. Потому что я на славу потрудился. Особенно отсняв огромное количество роликов про национальный певец 2019. Ребят, обязательно поддержите это видео лайком. Обязательно прокомментируйте. Напишите, что вы думаете по поводу Евровидения 2020. Кто должен представить Армению в этом году. Ну и самое главное, подпишитесь на канал. Потому что Беспало Мьюзик это 24 на 7 о музыке. Я не прощаюсь. Говорю до скорых встреч, конечно же, на моем канале. Люблю вас, обнимаю, скучаю. Субтитры сделал DimaTorzok